3 ноября 2007 года. Инспектор ГАИ Евгений Савельев ехал по трассе Москва-Владимир. Если бы милицейская машина двигалась чуть быстрее, то авария произошла бы буквально на его глазах. Инспектор стал бы свидетелем происшествия, которое потрясло всю страну. Мы совершенно случайно следовали в этом направлении, практически не у нас на глазах. Мы подъехали примерно через минуту-полторы после ДТП. Машину ГАИ никто из пассажиров Тойоты уже не видел. Лобовой удар. Универсал выскочил на встречную полосу и буквально влетел в грузовик. Огромную машину подбросило. Тойота прошла под ее передним мостом. Смерть пассажиров была мгновенной. Инспектор ГАИ это понял сразу. Деформации, полученные в результате ДТП, были очень сильные. Так что даже у него была скрыта крыша, как у консервной банки. В салоне было три человека. Мужчина, женщина и ребенок. Тела были очень сильно обезображены. То есть практически установить личности было невозможно. В искореженной груди металла сложно было найти хоть что-то из вещей. Вначале отыскали женскую сумку. В портмоне фотографии актера. Инспекторы удивились. Чудно как-то. Ну, ну мало ли, поклонницы подумали. Потом нашли телефон. Набрали первый записанный номер. Аня. 37 минут первого мне позвонили. Аня назвала фамилии погибших. И я помню, какой это был шок для всех. Для всех просто вот где бы, куда бы я ни приходила. Все артисты, все только об этом и говорили. Какая трагедия, какое горе. Их гибель взбудоражила всю страну. Погибла целая семья. Но людей задело не только это. Александр Дедюшко воплотил мечту многих. Он долго шел к намеченной цели. Он верил в победу. И погиб буквально в шаге от успеха. Вот только все начало у него. Вот этот перевал, который вот он. Вот его бы перейти, и бы началось вот это счастье. Вот, вот. Он на пороге был. Вот на пороге, это буквально пол шажка оставалось. Пол шажка, и все. Я майор Сарматов. Командир спецгруппы ЗЭТ. Теперь здесь я главный. А шагалы, твары, ублюдки! Он врывается в кино стремительно. Буквально за три года становится одним из популярных сериальных актеров. Его герои, мужественные офицеры спецслужб, боевики, сильные люди. Он снимается в нескольких сериалах одновременно. Выступает в телевизионных шоу, дает интервью. Его популярность набирает обороты. Он идет в гору, и вдруг все обрывается. У меня какое-то странное, горькое, трагичное ощущение от того, что... Как будто была какая-то предопределенность его судьбы. 2003 год. На телеэкраны выходит сериал «Оперативный псевдоним». Главную роль исполнил никому неизвестный актер. Новое лицо на экране всегда риск для продюсеров. Ведь зрители хотят видеть звезд. Простите, ребята, я не понял. А я сейчас собьюсь. Есть так? Ребята, ребята! Да ладно ты че! Ой, не бойся. Эй! Бабула! Лаве! Деньги верни! Че? Деньги верни! Чего? Больную точку. Ты че, мужик? Жить не хочешь, козел? Новый сериал становится очень популярным. Главного героя зрители приняли и полюбили. Через год выходит «Сармат». И снова успех. Исполнитель главной роли определенно нравится зрителям. Савелов, где вереная тебе группа? Сдать оружие. А самое удивительное, этот сериал смотрят мужчины. Отнюдь не сериальная аудитория. Вы знаете, как фантастически на него реагировал народ. Вот где бы мы ни были, его очень любили мужчины. Мы летели в самолете и летели там ФСБшники. И я помню, вот с каким уважением, с каким почтением они нас куда-то приглашали. Нас приглашали, потому что Сашка. Когда мы приехали в Таджикистан на съемки, его оттеснили от этих звездных актеров. Подняли на руки с криком «Ура! Сармат! Наш Сармат! Наш Сармат!» И потащил вот эта тысячная толпа в центр. Зрители принимают его за своего. Они правы. Его жизнь должна была стать самой обычной. Но он смог ее полностью изменить. В одном из его последних фильмов «Вечерняя сказка» герой Дедюшка – человек, который сделал себя сам. Дорогая машина, загородный дом – все символы успеха. Эта картина вообще занимает особое место в Сашиной фильмографии. В ней сыграла вся семья Дедюшка. На роль киношного ребенка не могли найти подходящего мальчика. Саша предложил – попробуйте моего сына Диму. На кастинг Диму привела Сашина жена – Света. Дима роль получил. И неожиданно Свете тоже предложили сыграть в эпизоде. А еще для киногероя использует Сашину биографию. Родился в 62-м году в городе Волковыске. Знаете такой город? Нет. Это Белоруссия, Западная Белоруссия. Гронинская область.